Валерий Седов Валерий Седов Валерий Седов От ТСЖ, про которое Дмитрий Анатольевич сказал, что они там мало что имеют из техники, жалоб нет практически. Или на действия ТСЖ практически. Все жалобы от жителей, которые идут, они по деятельности управляющих компаний. Коллеги, не дожидайтесь того, что жители вас снесут и откажутся от ваших услуг. 87 управляющих компаний, 2796 домов, 88 единиц техники, 1135 дворников. Эти цифры звучали как сводка со снежных фронтов, причем как после проигранного сражения. Управляющие компании пока терпят фиаско. Возможно, из-за своей же экономии. Или лености. Называйте как хотите. Один трактор на 50 домов дело для них сегодня привычное. Наверное, поэтому жалоб все больше. А вот для тех, кто честно выполняет свою работу, власти решили обозначить преференции. Те управляющие компании, которые помогают городу в очистке въезда во дворы, междворовых проездов, с которыми никак мы пока не разберемся. Но тем не менее, вы их чистите, эти междворовые проезды, которые улицами не являются. У управляющих компаний мы будем брать весь снег бесплатно. Весь. Не убранный мусор – настоящий бич городских микрорайонов. Об этом говорил руководитель госжилы инспекции. Региональный оператор пытался оправдываться. Буквально вечером после объезда пришла куча жалоб на то, что Капронск не вывозит мусор. Действительно так. Есть, ну, как бы были объективные причины о том, что не расчищены подъезды, не убраны кондельные площадки. Вот из этих документов, которые я взял с собой, здесь все видно на фотографии, так я вам обращаюсь. То, что пути расчищены, но на площадке творится просто безобразие. Основная проблема, конечно, это отсутствие подъезда из-за нерасчищенных территорий. Если территория расчищена, то большое количество дворов уже образовали налить. То есть колея настолько сильная, что припаркованные машины еще к тому же стоят. И нашу технику просто стаскивает на машину. То есть водитель несет материально ответственность за это. Еще одна важная тема – налить, свисающая с крыш и массивные сталактиты. На улице Затинное, например, с крыши дома 38 глыба льда рухнула прямо на козырек подъезда. Представитель управляющей компании заверил – козырек восстановят, сосульки уберут. Теперь они – главный объект внимания для всех коммунальщиков. За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах региона произошло 10 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести. И 5 человек погибли. Одна из аварий случилась с участием пассажирского поезда. Столкновение Нивы «Шевроле» с проходившим железнодорожным составом под управлением 30-летнего машиниста произошло в Милославском районе 23 января. Сейчас уже вряд ли можно понять причины, побудившие водителя идти на пролом. Но факт остается фактом. Нива как будто шла на таран. 72-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», выехал на переезд по предварительной информации на запрещающий сигнал светофора. Вследствие чего произошло столкновение с проходящим железнодорожным составом, который двигался по маршруту Москва-Мичуринск. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, а также две пассажирки автомобиля в возрасте 77 и 72 лет от полученных трамп скончались на месте дорожной аварии. Еще одна «Шевроле» разлетелась на запчасти днем ранее. И здесь жертв избежать не удалось. 22 января на Аряшском шоссе города Рязани 42-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачете», по предварительной информации, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Хюндай Солярис» под управлением 33-летнего жителя города Москвы. В результате происшествия водитель «Шевроле» и 36-летняя пассажирка данного транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте дорожной аварии. В салоне автомобиля «Хюндай» находилось двое детей – 11-летняя и годовалая девочка госпитализированы с серьезными травмами. Водитель и пассажирка в возрасте 35 лет также с травмами доставлены в больницу. Эти выходные были насыщены странными происшествиями. В абсолютных цифрах аварий было 119, нарушений – более 6,5 тысяч, в том числе 23 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Главная спортивная новость прошедших выходных – 4-й лыжный марафон «Экопарк Ски-2022». Две дистанции – 10 и 50 километров. Массовый старт, 180 спортсменов и неподдельные эмоции. В нашем следующем материале. Трасса «Комплекс Алмаз» хорошо знакома всем любителям лыжного спорта. Именно здесь проходят тренировки и у профессионалов. Именно здесь ежегодно проводят главный рязанский марафон. Дистанция состоит из 4 кругов по 12,5 километров. Трасса, скажем так, умеренной сложности. Трассы, подготовленные специальной машиной, ретраком. Трассы очень плотные, трассы очень широкие, ширина менее 10 метров. Нигде нет. 10, 15, а то и 20 метров. Температура самая подходящая – минус 6 градусов по Цельсию. Правда, всю ночь до этого шел снег, он не прекратился и к началу гонки. Атмосфера добавлял пронзительный ветер. Но это было даже не минусом, а плюсом для проверки своих сил. Лучше условий не придумаешь. Сложно то, что погодные условия сегодня такие. Скорость будет не такая высокая. И будет тяжело, в общем, сегодня бежать, соревноваться. Готовы к старту? Да, всегда готовы. На что рассчитываете? На какие результаты в сегодняшней гонке? Ну, на самый высший. Будем стараться бороться со всеми. В топ-6, если заеду, будет все хорошо. Буду рад. 50-километровый марафон по праву называют королевским видом. Это серьезная дистанция даже для подготовленных спортсменов. Но свою задачу Сергей Андреев даже перевыполнил. Серебро на этой дистанции с золотым отливом. Тем более, что выдержать темп гонки удалось далеко не всем. Сошел, наверное, потому что не готовился. Мало катаюсь, на самом деле. Только в свободное от работы время. Не хватило немножко сил. Почувствовал себя неуверенно, что еще два круга я не проеду все-таки. Ну, и решил сойти. Больше по состоянию здоровья. А так вообще можно было проехать. На следующий год, думаю, что получится. Вчера у нас была единственная возможность потренироваться, редкая. И перетренировались. Проехали достаточно много, устали. И, соответственно, сегодня боль в мышцах непривычная вот эта. И, наверное, тоже сказалось на том, что пришлось сойти. Среди 180 участников представители Рязанской, Московской, Свердловской, Ленинградской и Тульской областей. 50 километров, конечно, главная гонка дня. Но это все-таки для суровых профи. У любителей была своя щадящая дистанция. Это 10 километров. И вот на эту гонку заявились даже те, кто на лыжи встал только этой зимой. Побыстрее хотел цифру 10 увидеть. Это значит финишный километр. Устали сильно? Ну, нормально. Я думаю, еще километра два пробежал. А еще будете участвовать в соревнованиях? Да, обязательно. Уже персональные тренировки взял, так что буду. Еще увидимся. Только уже я буду выше по месту. Женщины мужчинам решили ни в чем не уступать. И на дистанции выглядели вполне достойно. Екатерина из Москвы на Алмазе не первый раз. Но раньше приезжала только в качестве зрителя. А сегодня же твердо решила оказаться в эпицентре событий. Все чувства отлично, бодро, счастливо, здорово. Вы давно на лыжах? Нет, я вообще только в школе каталась. Ну и потом еще на даче с родителями. Как решились на 10 километров, да еще и на соревнованиях? Ну, вы знаете, мы сюда уже третий год приезжаем в команде омбудсмена на соревнования по биатлону. И когда Сергей Колесников написал про Лыжнюла Россию, кто-то предложил. Я думаю, ну поеду. Ну соревноваться не буду, но прокачусь. Тем временем участники марафона преодолевают подъем за подъемом, уходят из поля зрения на участок в лесу и вновь появляются на горизонте. Спустя два с небольшим часа. На финишную прямую буквально вылетает тройка лидеров. Короткая борьба в створе и перед нами победители. Результатом доволен. В принципе, не ожидал. Хотел бороться за 6. За 6. Топ-6. Получилось попасть в тройку. В принципе, доволен и рад. Ну и понравилось, как у меня сегодня начали лыжи работать со второго круга. То есть третий и четвертый круг. Лыжи работали хорошо. Я этим был очень рад. Ну а так мы менялись. Убежали от всех и менялись. В принципе, четвертый круг был. Мы ехали спокойно. Ну и вот последний подъем. Начали разбираться. Сергей Андреев уступил лидеру гонки всего 2 секунды. Победу в борьбе одержал 25-летний рязанский лыжник. Его результат 2 часа 14 минут 18 секунд. Причем триумфатор Андрей Олипкин, по его собственным словам, лишь набирает форму. Но выглядел по ходу гонки так, будто и не было у него пятилетнего перерыва. Думал, настраивался на победу. Ну а тут уже как выйдет. Я немножко хотел по дистанции, немножко разорвать пилотон, попробовать убежать. Но ветер. Так что первым не очень. Поэтому решил оставить все на финиш. И финишный рывок. Выдал, что есть и победил. По признанию спортсмена, помогли родные стены. На этой трассе проходят основные тренировки Андрея. Уже в начале февраля он выступит за Рязань на чемпионате Центрального федерального округа. Третьим на пьедестале среди мужчин стал Никита Хабаров из Ярославской области. У женщин все призы забрали гости. Первая. Лали Кварацхелия из Свердловской области с результатом 2 часа 36 минут 57 секунд. Мария Жилина из Московской области уступила ей почти 11 минут. Ирина Савельева из Ивановской области еще 6. И ни один из призеров не остался без призов. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Серию работ скульптор Борис Черствый закончил в 2015-м. Это аскетические библейские образы, сделанные в минималистической манере. Удивительное сочетание графики и скульптуры. Совсем немного художественных средств. Выпуклости, прочерченные линии. И в них едва уловимая пульсация жизни. В галерее Виктора Иванова на выставке «Апология» была Марина Романюк. Минимализм и лаконичность, недопроявленность форм и при этом физическое ощущение динамики и оживающие вечные образы. В галерее Виктора Иванова открылась выставка настоящего, поразительного современного искусства. В переводе с греческого «апология» значит «оправдание», «защитное письмо» или «похвала». В произведениях, представленных на выставке, есть оба этих смысла. Такое ощущение, что автор очень бережно касался работ, с большой нежностью и любовью к каждому образу. Каждое произведение отсылает нас к одному из библейских сюжетов. Это «Апология», это некий сбор евангельских сюжетов. Вход в Господь в Иерусалим, добрая самаритянка, Мария Египетская, поклонение Христу. Все такое вот на... Ну это ни в коем случае нельзя в православную коннотацию все это погружать. Это такие общечеловеческие вещи. Это возвращение сына, это поклонение божеству, это любовь к матери, это путешествие в пустыне. Но это такие большие вещи, которые просто автор собрал в законченную экспозицию. В современном искусстве имя скульптора Бориса Черствова занимает особое место. Автор многочисленных проектов и установленных в разных городах России памятников. Автор памятник воинам-интернационалистам в Самаре. Памятник погибшим журналистам, который в этом году только откроют в Москве, уже после смерти создателя. Заслуженный скульптор России, он оставил миру свои удивительные по красоте работы. Уникальные произведения современного пластического искусства. Фактически это отливок. Причем отливок таким образом, что вот это изначально просто пласт воска, который руками мастер с той стороны продавливает. И дальше этот пласт воска заливается в форму, потом воск уходит, выпаривается и бронза остается. Причем в момент отливки, вот на этой данной конкретной работе, произошла трещина, форма лопнула. И вот эти вещи образовались в тот момент, когда бронза застывала внутри. Поэтому, но при этом получился эффект как будто бы состаренной работы. И она стала глубже, она как будто бы внутрь ушла. И из-за этого получился объем, из-за того, что вот эти вещи, видите, они еще запатинировались. Проект скульптора Бориса Черстого в Апологии не похож ни на какой другой. Глубина и искренность, минимализм и осторожное, бережное отношение автора к сакральному, личному и одновременно главному, неподвластному времени. Проект, посвященный христианской тематике, представляет собой сочетание графики и скульптуры. Аскетичные образы являют зрителю абсолютное состояние духовного, транслируемое от автора. Восхитительные работы, которые высочайшего мирового уровня, и их просто необходимо увидеть для того, чтобы понимать, насколько сейчас широко и богато представлено русское искусство, именно русское современное искусство. Я надеюсь, что все найдут возможность прийти, посмотреть, насладиться этими великолепными шедеврами. Бронзовая скульптура, идущая в пустыне, объединяет экспозицию в цельный проект. Приверженцу архаической образности скульптуру важна первозданность формы, мягкая фактура бронзы. Выключившийся в связи с аварийной ситуацией свет в галерее лишь дополнил атмосферу древней вечной темы экспозиции и обеспечил временное погружение зрителей в некое внепространственное. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.